Здравствуйте, уважаемые земляки! С вами снова я, Санава Бушиев, передатель «Разбор и политики». Сегодня у нас в гостях нам Сырвий Кришманжиев. Но Сырвий Кришманжиев у нас не нуждается в представлении, он неоднократно был у нас на интервью, неоднократно рассказывается в области политической ситуации нашего региона. И сегодня я еще раз по моей просьбе на МЦЖИС откликнулся дать интервью с целью того, что поскольку у нас на сегодня очень острая политическая ситуация, и немножко хотел бы услышать ваши комментарии. Мы сегодня не в прямом эфире, мы в записи. Я думаю, что мы сегодня постараемся не затянуть наше интервью, как обычно бывает, в рамках 40-30 минут уложиться. У меня главный вопрос на сегодня, я бы хотел, чтобы вы, для меня лично важно, как вы видите ситуацию сегодня в республике, именно с подготовкой в выборы в Государственную Думу, с деятельностью, межфракционные группы, вообще как общество. Ваш взгляд, я бы хотел услышать по данным вопросом. Сегодня ситуация, я думаю, многим понятна, она тяжелая, на мой взгляд, в целом в республике. Мы едва-едва вышли из зимы кое-как с большими потерями, о которых я еще говорил в июле, по-моему, на сессии, что процентов 70 скота мы потеряем, я думаю, суммарно с тем недополученным приплодом мы потеряли больше. Потому что я знаю, например, фермера, который имел 700 голов овец, маток, а вышел с 200 ягнетами всего лишь. Понятно почему, но тем не менее, конечно, это потери невосполнимые, будем говорить, невосстановимые, очень сложно. Очень много трагедий в связи с этим, фермеры лишают себя жизни даже в этой ситуации. И поэтому такая безрадостная весенняя картина на самом деле. И ситуация политическая в общественной жизни, она тяжелая, поскольку совершенно непонятна политика нашего руководства. Она не декларируется, нет никакой программы уже который год, и их поступь непонятна для людей. Есть эпизодические какие-то действия, которые не системные, которые не складываются ни в какую такую понятную для всех схему или систему. Поэтому все как-то вот так обрывочно, как получится, и кто во что гораст. Ситуация наверху очень сложная, там уже нет несколько зампредов, несколько министров. И в моем понимании, что даже нет и людей претендующих на эти должности, а это говорит о многом. Потому что всегда в Калмыкии уж на бюджетные места, на управляющие позиции всегда было много претендентов. В этот раз я не наблюдаю такого. В связи с чем такое, что люди не хотят идти работать? Я же говорю, обстановка наверху такая, что нет желания, видно, не создана рабочая обстановка, не создан тот климат, который позволяет людям объединиться, иметь общую цель, двигаться вперед и получать удовольствие от работы. Наверное, только такие причины могут быть. Ну еще, я думаю, мое мнение тоже с кандидатурой главы на что связано, поскольку на протяжении двух лет демонстрирует отсутствие. Не с кандидатурой, а с главой, которая уже работает третий год. С главой, с Бату Хачин, которая на протяжении двух лет уже демонстрирует полное отсутствие. Конечно, вина, в общем-то, на голове, потому что он должен консолидировать общество. Никакой консолидации нет. Я об этом говорил на Хурале. Мало того, есть у нас деятели типа Казачко, которые, наоборот, разрывают общество. И я в Хурале открыто об этом сказал, что, Анатолий Васильевич, вы во многом повинны в той общественно-политической обстановке, которая создана была в республике. А про Казачко мы отдельно просто поговорим. Вот вы говорите, нет никакой программы. У нас же есть ИПР. Ну, ИПР – это всего лишь маленькая часть индивидуальной программы развития. То есть на 10, сколько там, или на 5 миллиардов рублей, да, миллиард по году. Но это всего ничего в масштабах республики. То есть постоянно упоминать, что говорит… И то, те мероприятия, которые там обозначены, я бы не сказал, что они отражают потребности республики напрямую на 100%. И проекты, которые замыслили, в одной из них я частично участвовал, то есть создание агропромпарка, да, выдвигал концепцию, участвовал. И на сегодня, как агропромпарк формируется и как он будет исполняться, он не отвечает требованиям современности и требованиям именно Калмыкии. Потому что, ну что такое в агропромпарке появляются там пельменные цеха. А, то есть на этапе только разработки агропромпарка уже появляются такие программы, да? Да, ну вот сегодня. И потом агропромпарк, он как в России, они сделали их, как сказать, типовые, то есть делают просто место с созданной инфраструктурой. То есть есть вода, электричество, есть асфальтированные площадки, есть большие ангары и все. Это сдаются в аренду государством для предпринимателей, которые хотят развить свое направление какое-то, да, предпринимательской деятельности. То есть это большие логистические центры, будем говорить, которые потом просто пользуют люди определенного круга, властного, конечно, сдавая в аренду, получая какую-то прибыль. А агропромпарк, в моем понимании, он больше должен быть агротехнопарком, да, то есть в котором люди, любой человек бизнеса может приехать в этот парк и увидеть новые направления, их реализацию. И использовать у себя, в бизнесе, у себя на хозяйстве. Ну, в основном это для нас, это должно быть сельское хозяйство, да, потому что в сельском хозяйстве очень много вопросов, которые не решены, не решаются годами и на перспективу тем более не продумываются и не решаются. Поэтому должны быть предложены те технологии, которые может применить фермер у себя. Практичность. Это же практичный был. Да, практичный и практичный опыт, который действительно транслируется на всю республику и дает эффект мультипликативный. То есть мы строим один объект, который является показателем для всех, он реализуется и получаем там 150 таких объектов. Эффект, конечно, у нас есть. Ну, регулярная площадка для развития, да? Да. Развитие именно новых технологий. Технологий в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве. Вот, скажем, я там, к примеру, сделал и продемонстрировал в соцсетях гидропонику. Выращивание кормов на основе гидропоники. И ко мне уже заехало десятки фермеров, они звонят, узнают, просто пишут в Дерек, пишут в Фейсбуке, везде. Как можно заехать, посмотреть, интересуются, приезжают, смотрят и уезжают с желанием у себя внедрить. Чтобы получать вот такие высокоценные корма на малой площади. То есть, у меня 80 квадратов площадь дают корма в год 500 тонн. Что такое 500 тонн? Это при урожайности 30 сантиметров с гектара, это порядка 160 гектаров башни. А это всего лишь получается в комнате площади 80 квадратов. То есть, вы этим демонстрируете то, что вы можете, вы готовы делиться опытом, да? Ну, конечно. И вот я Группомпарк рассматривал именно с этой точки зрения, участвовал в его, как сказать, разработке. Ну, сверху, я так понимаю, поступило указание нам сыру не давать. Ни денег, ни проекта. Я не участвую. Я участвовал в стадии представления концепции. То есть, кто как видит, как должен создаваться Группомпарк. Ну, меня отсекли. Сами понимаете, почему. Политика. А вот по ситуации с коронавирусом такая вот уже у нас год, более года ситуация. Как вы прокомментируете? С коронавирусом? Ну, она такая же, я думаю, как и во всем мире. Это, на самом деле, мало зависит и от наших местных властей. Это какая-то глобальная такая операция мировая. Потому что везде методы одни и те же. То есть, это изоляция населения, самоизоляция. Когда люди загоняются в свои квартиры, в свои дома и жилища. Везде ходят в масках, в транспорте, в общественных местах. То есть, навязывается определенный образ поведения, при котором, на самом деле, люди... Ну, на мой, это моя точка зрения. Навязывается вакцинация. И, наоборот, я думаю, что идет подрыв здоровья. Вместо того, чтобы гулять на улице, совершать прогулки на свежем воздухе. Люди сидят в квартирах с семьями. Ну, это все знают. Одевают маски, которые никаким образом не защищают ни от вируса самого, ни от других инфекций. И даже бактериальных инфекций. Поэтому, я думаю, это вот какая-то акция, кем-то придуманная. И она насаждается. Везде, вы видите, ходят машины в Германии с громкоговорителями. Они ходят в Элисте с громкоговорителем. То есть, везде методы одни и те же. Сейчас запрещают перемещение без определенных документов о вакцинации или о результатах анализов крови свежих и так далее. То есть, вот эти ограничения по перемещению, я думаю, дальше это будет ужесточаться. Ну да, скоро общество разделится, кто вакцинирован, а кто не вакцинирован. Давайте поговорим о вашей деятельности Народного хорала. Вот вы с 2018 года уже депутат Народного хорала. И как вы сами прокомментируете на сегодня деятельность вашу? И как вы сами даете оценку вашей деятельности других депутатов? Хотелось бы послушать с первого лица. Здесь интересный вопрос, поскольку уже прошло почти половина срока. Половина срока? Прошла его? Половина срока. Не, она прошла реально. Половина срока моего депутатства. И для многих с самого начала было непонятно. Даже мои друзья спрашивали, а что такое сумбурно? Ты от одного бросаешься к другому, выступаешь по разным темам. Но вот не чувствуется, как всегда, системы в твоей работе. И на сегодня я уже могу смело говорить о том, что система была мной задумана. Она сегодня реализована. То есть система заключалась в чем? Во-первых, это была для меня площадка для выдвижения на должность главы. Но не состоялось это выдвижение, все знают. Но тем не менее я продолжал деятельность в Народном хорале именно системно. Она складывалась из каких-то отрывочных действий моих. Может быть даже не связанных между собой. Но в результате в целом она сегодня вылилась в результат, который меня просто устраивает. Даже радует в каком-то плане. То есть я зашел в хурал с тем, чтобы первое. Иметь как депутат трибуну, с которой я могу предлагать. Делать предложение и критиковать. И первые мои еще при Орлове я поставил вопрос, написав письма, запросы в семь различных инстанций, которые были связаны с гипурульским групповым водопроводом. Написал запросы, получил ответы. И эти ответы изложил в газете «Элистинский курьер». И плюс выступил, требовал, правда, выступления в хорале, но мне его не дали, как всегда. Ну, вначале это было сложно пробить, потому что вначале меня просто блокировали, как одиночку. И, ну, тем не менее, я не оставлял своего желания, настаивал. И тогда я еще заметил, что, я сказал, что и гипурульский водопровод работать не будет. Все. Он построен таким образом, что никаким, никто не сможет его запустить. Если даже его запустят, то он проработает несколько дней, очень много будет аварий, очень много будет проблем с ним, и работать он не будет. Что на самом деле и произошло. И второе, я заявил, что нужно не менее тех же 5 миллиардов, для того, чтобы его довести до ума. И, как вы видели, когда при приезде Мишустина комиссия отработала, она так и сказала, что нужно больше даже 5 миллиардов, для того, чтобы этот водопровод запустить. И сегодня они просто выделили там небольшую сумму для обоснования, для экспертизы, для проведения. А тогда я требовал в своем депутатском запросе проведения экспертизы. Вот начинали мы с таких. Вы помните, вопрос я поднял по столетию Калмыкии, в том, что мы упускаем шанс получить реально серьезные деньги для Калмыкии. И Орлов это упустил, депутаты это и упустили, правительство проморгало. И в результате мы столетия... Приводил я примеры, когда многие субъекты получили огромные деньги. И за 7, за 9, за 8 лет вперед начинали подготовку. Получили постановление правительства России на эту тему. И получили большие деньги, и проекты реализовывали. Ну, это так, к слову, так история. Но самое главное, я для чего это? Для того, чтобы люди понимали, что Хурал это площадка, где решаются основные вопросы всей республики. И я первое высветил, а кто такие у нас депутаты? Какое участие они принимают в работе, в общей работе республики. И все увидели, что большинство депутатов, это люди безголосые. Это люди, работающие на свои интересы. Они помалкивают, они молча поднимают руку. А когда становится очень стыдно, как сказано, вопрос там по Штыгашеву, они, у них глаза всегда направлены в стол, а рука вверх. Им, конечно, стыдно голосовать по таким вещам. Но, тем не менее, они это делают, переступив через собственный стыд, через рамки общественного поведения, через национальные чувства. И голосуют таким образом. И люди это видят. Поскольку мы видим сегодня прямые эфиры, мы дали картинку изнутри. Сначала мы брали просто записи, делали из них ролики. И народу демонстрировали по основным таким важным вопросам, как ведут себя депутаты. И мы показали. Я здесь перебью, да. Почему депутаты, у нас вроде в этом тоже, как сказать, достойные, в кавычках, люди сидят. Такие, как герой Калмыкини. Еще там, я даже на сайте смотрел, они все у нас на какие-то заслуженные работники. Хозяйство, народное посвящение. Почему они себя ведут так? Взрослые мужики, скажем так. Ну, вот как у нас сейчас в последние годы очень было, ну, всем как бы развесено. И у всех на это на устах все говорят. Есть там воинское мужество, да. Есть трудовые подвиги. А есть гражданские подвиги и гражданская позиция. Это разные вещи. То есть, если человек на своей стезе там работает, получил герои, там отмечен высокими наградами, это одно. Но при этом он, к сожалению, боится высказать в обществе открыто свою там гражданскую позицию. Она, которая обычно не совпадает с позицией власти. Конечно, тут нужно другое мужество. И не случайно мой лозунг и мой девиз при выборах в хурал и на главу звучало как? Поделись мужеством. Но имели в виду вот это вот гражданское мужество. Да, именно гражданское мужество. И каждый раз, шаг за шагом, мы от одного к другому это мужество вселялось, переходило. И на сегодня у нас очень много в этом плане героев, людей, которые имеют собственное мнение, которые могут публично его высказать. И количество людей таких множится. И некоторые даже получают такой особый драйв от этого. Например, как Саналу Бушиеву или Макс Циденов. Это же хорошо. На самом деле общество должно быть таким открытым, понятным, предсказуемым. Я вот до сих пор не могу понять. Ладно там молодые депутаты, которые, может быть, где-то чего-то не понимали определенную перспективу, они с прицелом быть ближе к классе. А когда вот люди, ну, ваше возрасте, вам возрасте за 60, да, и они делают так? Вот я не знаю, может быть, мне будет 60, я еще пойму, да. Но сейчас у них же растут дети, у них же растут внуки, а у нас, как у Калмыков же предки наши, они должны быть примером. Как вот я вот этого никак не могу не уговорить. Ну, значит, просто вот нет понимания на самом деле. Вот у взрослых людей нет понимания. А вообще, как бы, любой нормальный человек должен это видеть, четко осознавать, что ответственность к тебе придет. Завтра ты будешь жалеть, когда завтра твой внук будет безголосым человеком, станет рабом. И любой человек, тот же там прокурор, тот же судья, я буду говорить о людях калмыцкой национальности, да, завтра он будет, сегодня он нас наказывает на митингах, сегодня он нам не дает высказать слово, сегодня нам наказывает административно или уголовно, а завтра его внук будет в таком положении. И он тогда будет смотреть на своего бесправного внука-раба и будет говорить, а что я наделал в свое время? Если бы я не поступал вот таким образом, не давил бы на нормальных, свободных людей, мой внук был бы тоже свободен. И это их всех ожидает. Этого они не избегут. Они нас только мучат. Поэтому это печально, на самом деле. Но что касается хурала, да, я сказал, что люди увидели поведение депутатов. И второе, да, люди увидели нашего спикера, который является не особо грамотным. Он, как выражается, тут вы грамотнее, да. Вот грамотнее его, к сожалению, мы не видим. И человек не особо культурный. Он выражается такими словами, там, за базар надо отвечать. Да. А при этом пытается сделать замечание другим депутатам. И при этом человек, который не особо чист. И человек, который занят только личными делами и личными проблемами. Который больше 25 лет в управлении республики. И решает только свои задачи. Сегодня мы видим, как он ходит, буквально за руку с ним ходит господин, как его было, только бородатый депутат. Сухинин. Сухинин. Это мы видели и 9 мая, да. Казачков пытается всякими методами продвинуть его в председателя народного хурала. И вот те депутаты, которые за него проголосуют, вот им будет вечный стыд и вечный позор, если мы председателем народного хурала сделаем сухинин. Вот этот будет окончательный тест на гражданскую позицию и сознательность наших депутатов. Это что касается... Вот при таком, конечно, председателе все вопросы, которые... И он националист, казачков. Националист до корня волос крашеных своих. Поэтому он ненавидит нас. И все его действия направлены на ослабление Калмытии, на лишение депутатов голоса, на продвижение законов, которые нужно принимать для Калмытии, для того, чтобы она стала более или менее свободной, чтобы люди свободно мыслили, свободно поступали. Это тоже те законы, которые я предлагал с самого начала. Закон о снижении... В законе о главе республики это снижение муниципального фильтра. Это самовыдвижение. Пока мы не продвинем эти самые главные законы, и у нас никогда не будет ничего хорошего. Закон на народном хурале это изменение о том, чтобы хотя бы 50% парламента формировать по партийным спискам, а 50% по одномандатным. Если не будет одномандатников, не будет независимых людей, у нас ничего ожидать хорошего нельзя. Сегодня такие изменения проходят во многих парламентах. Я приводил примеры. Десятками сегодня каждый год меняют такие условия, субъекты развиваются, а мы остаемся вот законсервированными, закорцованными благодаря вот такому спикеру и благодаря таким депутатам. Поэтому и третье. Я был один, потихоньку вокруг меня консолидировались здоровые силы, здоровые люди, и сегодня нас восемь депутатов, и нас голос уже слышен в парламенте. А представляете, если бы была половина депутатов таких, мы уже давно поменялись бы. И сегодня люди видят, что раньше же они не знали, что происходит в парламенте. Вообще, для чего существует парламент? А сегодня увидели люди, что в парламенте решаются самые главные задачи для Калмыкии. Принимаются законы, на основе которых возможно правильное и свободное развитие. И поэтому сегодня люди увидели картину изнутри и сделали вывод, оказывается, нужно ходить на выборы. Оказывается, но многие хотя бы обсуждают уже, даже если не пришли к решению твердому, они уже обсуждают, что нам такие депутаты не нужны, в Курале, надо других. А дальше задается вопрос, а каких других? А потом вопрос, а как их продвинуть? Значит, нужно контролировать выборы, нужно выдвигать нормальных людей, и нужно, нам не нужна такая партия, нам не нужен Педрос Сухинин, который продвигается большинством от единой России, но еще вот эта мысль, она все равно рождается во многих головах, она отстаивается, она укрепляется, и я вижу этот процесс, я даже подтверждаю, что сегодня нас 8 человек, и наш голос действительно раз за разом становится ощутимым, в Хурале, не зря же вот прошло голосование Паштыгашевых, с первого раза, когда я предлагал, его даже не включили в повестку, потом через год Манжикова предложила, он вошел в повестку, и с четырьмя голосами против, а когда основное голосование, то единогласно, и Казачко был против внесения в повестку в первый раз и во второй раз, вот национализм, это прямое подтверждение его позиции, человек это неблагодарный, который в Калмыкии поимел все самое лучшее, пребывал на лучших должностях, и таким образом, когда оскорбили Калмыков, всех, потому что Штыгашев сказал, не было ни одной семьи, где не был бы предатель, хотя бы один предатель. Да, согласен. И вот почему первых два лица, Казачко и Хасиков, остались в полном молчании на эту тему, это, я считаю, тоже преступление против нашего народа. Это не то, что даже неуважение, а преступление. Это полный игнор, который они продемонстрируют. На самом деле Казачко. Казачко Иногда складываются впечатления, и многие об этом пишут, то, что это определенное личное неприятие. Может, это так и есть? Говорят, вот, а может, хочет на его место и хочет из-за этого на него наезжать? а что, на его место я хочу, почему нет? На первом же заседании я выдвигал свою кандидатуру, когда утверждали председателя, я выдвигал свою кандидатуру, о чем мне стесняться? Здравое желание? Об этом все знают с первого дня. Почему? Я понимаю, что если мне не удалось занять позицию главы республики, то вторая позначимость, на самом деле первая позначимость должностью является должность председателя парламента. Я претендовал на эту должность открытой, и поэтому я не делаю скрытых движений каких-то, ударов из-за спины, я говорю обо всем открыто, честно, и я считаю это порядочно, поэтому мне стесняться нечего. Казачко мой личный враг. В каком плане? В том плане, что он наносит урон моему народу, моей республике. В этом плане он мой враг, и я непримирим в этом плане. И я ему в открытую, и в хурале, и один на один высказываю это, и пусть он знает, что мы не бесхребетные люди, мы не молчаливые рабы, мы имеем собственное мнение, и его высказываем. Конечно, я от этого страдаю, у меня большие проблемы связаны с этим, потому что вы видите по действиям в хурале, вот спикер, правительство, глава, и федеральные структуры, они между собой все связаны. они решают одну задачу, и работают дружно, потому что как только мы подаем закон, его там со всякими мелкими замечаниями шлифуют и тормозят на всех уровнях. Когда мы делаем депутатский запрос в прокуратуру, она дает нам отписки, или следственный комитет, или МВД, то есть это отписки, которые говорят, парень, свободен, ты никто. И раз за разом, я, например, первый год, полтора, я писал запросы в прокуратуру, надеюсь, что прокурор Тютюнников в открытую мне при личном приеме говорит, а что вас это так заботит, что вы бьетесь, не будет этого. Какие ваши права нарушены. Поэтому в открытую уже просто блокируются движения депутатов, они блокируются и с теми запросами, которые мы даже 8-9 депутатов подписываем, мы пишем генеральную прокуратуру, она отписывает обратно в калмыцкую прокуратуру, то есть идет такой футбол, ни о чем фразы, ни о чем ответы, которые просто говорят отвяжитесь. И любой человек устает, конечно. нет, все равно, я считаю, что здесь уже когда пишут представители межфаксионной группы, вы же помните, вы сами подписывали письмо к президенту, дали письмо, реакция пошла хорошая, и уже я плавно перехожу в деятельность межфаксионной группы, как она создалась, как вы были свидетелем, вы один из активных участников межфаксионной группы, вот у меня очень такой вопрос, как вы отреагировали, как вы прокомментируете на появление межфаксионной группы, то есть фактически оппозиции, депутата от партии Единной России, Сависоград Стану Бакинова и Ашлан Вазиш Кусмина, как вы сами отреагировали? Прокомментируете я недавно там где-то написал, что у меня такое чувство, как будто в администрации нашего главы республики сидит какой-то наш человек, он скрытный и советует и подталкивает к таким поступкам и главу, и администрацию, которые просто уничтожают эту же саму администрацию и идут нам навстречу, на руку обстоятельства, потому что таких ситуаций очень много, да, но с Бакиновой вопрос мог решить сам глава, мало того, этот вопрос мог решить казачков, как человек, давно работающий с ней, они знали друг друга, я об этом в хурале сказал, Анатолий Васильевич, это вы оттолкнули ее и подставили под удар главы, и то же самое и Нуров, Нуров всегда был договороспособен, коммунистическая партия, и вот ее лидер всегда находили общий язык, и с Кирсановым, и с Орловым, и, ну, были какие-то такие мелкие конфликты, а в целом ситуация всегда была тихая, спокойная, и провластные движения были налицо, а сегодня именно вот они, я же говорю, какой-то невидимый человек в администрации, он создал эту административную, вернее, межфракционную группу, вот, и нам удалось путем переговоров, разговоров, обмена мнениями действительно консолидироваться, и сегодня, ну, мы выглядим определенной силой, будем говорить, не настолько адекватной, не настолько мощной, системной силой, и я считаю, что это очень хорошее, приезжал же, это вот один из результатов той системы, которую, вот, я вначале сказал, сначала все выглядело так сумборно, моя деятельность в Хурале, а сегодня мы вот вот эту картину по Хуралу четкую и ясную даем, и самый главный вывод из нее, что действительно, вот, еще раз повторю, что люди, многие поняли, что надо Хурал создавать самим, и следующие выборы в народных Хурал, они будут, как вам, в 23-м году, я думаю, что они будут очень такими яркими, запоминающимися, они, очень много интереса, людей там проявятся, и дай Бог, чтобы так было. Нет, прокомментируют мне появление двух единоросов в межфункциональной группе, они не сказали ничего, как вы отреагируете. Для меня вывод такой, в Единой России тоже есть хорошие люди, которые действительно переживают за судьбу. Хорошие люди везде есть, вопрос только там в их количестве. Вы как прокомментируете? Я скажу, что количество для нашего народного Хурала оказалось довольно большим. Два это уже много, два это много, и если бы там один был, еще так непонятно, и причем сегодняшние их позиции, это становится так наглядным, что люди сегодня совсем другие, то есть, те же люди, они поменяли свою точку зрения, но это похвально. ну как появились, это, ну, я думаю, что это в большей степени толчок с той стороны, и разочарование может быть человека в политике его партии, потому что, ну, вы видите, рейтинг Единой России во всей стране падает, об этом говорят, пишут везде, и поэтому, ну что тут я могу как еще комментировать, раз рейтинг падает, значит, появится сегодня опросы проводят, вы видите, даже в некоторых субъектах КПРФ обходит Единую Россию, вот партия там, новые люди уже там проявляют показатели выше там, выше ЛДПР, выше справедливой России, поэтому времена меняются, герои меняются. Ну, про хорал еще один вопрос, а я что-то думал, я смотрю, главу, два года не знаю, нам же письмом ответили, когда мы будем рассматривать, но подвижки есть, не Шустин позавчера ответил, подвижки, подвижки есть, Санал, подвижки есть, вы же видели, вчера, позавчера вышло объявление о том, что публичные слушания, я на этих публичных слушаниях настаивал прям на одном из первых заседаний осенних, вот каком году там, в 18-м году, я говорил, что пример приводил, рядом, в Ростовской области дают объявление о том, что публичные слушания бюджета происходят и так далее, но сегодня хотя бы об исполнении бюджета слушания проводится, публичные, это большой шаг, я думаю, завтра и отчет будет, ну конечно, они ответили на письмо, но очень безграмотно, потому что мы же не говорим, мы говорим об отчетах за 20-й год и об отчетах за 19-й год, а отчет за 19-й должен был состояться в 20-м, а 20-й год весь уже прошел и отчетов за 19-й нету, сегодня они мотивируют тем, что у нас еще, как бы год впереди, да, можем в любое время года 21-го отчитаться за 20-й, ну с другой стороны все понимают, что разумный человек скажет, это не актуально, год прошел, его уже забыли, почти проходит следующий, ну какой это отчет, это так уже для галочки, для, отвяжись, ну как, за консульную, поэтому письмо это такое не очень грамотное, не очень культурное, вот недавно меня обвинили, что я там некультурно сделал заметку по фото Хасикова и Казачкова. Ну об этом давайте в конце чуть поговорим, я тоже этот вопрос подготовил. Выборы государственной дуны, предстоящие выборы государственной дуны. Первый вопрос, собираетесь выдвигаться? Нет, не собираетесь меня, я, знаете, я же человек таких принципов, да, собственных, я никогда не мнил себя депутатом, не представлял и не хотел там, находиться в Госдуме, и поэтому, как сказать, мое поведение, вот многие, конечно, меня сегодня там укоряют в этом, что зачем, давай, выдвигайся, у тебя есть определенный рейтинг, у тебя есть узнаваемость там и так далее. Пытаются привлечь меня к какие-то партии, но я отказываюсь, потому что не было у меня такой задачи никогда, не было желания, и я последователен в этом. Вот когда-то было желание там стать главой республики, сегодня даже и оно тает, потому что я как разумный человек понимаю, что республика падает, и падать уже некуда, и завтра выправить ситуацию, но не сможет даже хоть любой человек хоть там пять звезд, слава Бога. Время уходит, время уходит безпощадно, как всегда. Но все равно нужно заниматься постепенно. А? Постепенно, постепенно, но иногда вот мы же видим, какие процессы происходят в нашей стране, уже если чиновник, зампред правительства говорит о том, что надо объединять субъекты, так что это время может резко пройти. Если упразднят субъект, то уже другие вопросы все отпадут. То есть вы не выдвигаетесь, да? Следующий вопрос. Я не выдвигаюсь, но есть тут все равно здравые силы должны выдвинуть своих кандидатов. Я имею в виду единого кандидата, я хотел задавать вопрос про единого кандидата, вы сами на переходе. Не, не о едином кандидате, о том, что хотя бы один кандидат должен быть. Я считаю, что у кандидатов должно быть не менее трех, человек потому что есть опасность, что одного не пропустят, не зарегистрируют, мы уже знаем, как это делать. Я во всяком случае четко знаю, как это делается, поэтому не допустят просто к выборам. Поэтому нужно, я думаю, я считаю, что оппозиция, раз так мы, раз так ее называют, должна выдвигать не менее трех человек с запасом для того, чтобы иметь в результате хоть одного. Это вы про одномандатника говорите, да? Про одномандатника. По партийным спискам шансов нет. В том числе в Единой России. Ну да, по количеству избирателей, я вот не разбираюсь в этой системе, но я интуит, вернее, так понимаю, что разумно по количеству жителей все это невозможно. Ну кто, на мой взгляд, из нынешних представителей, так сказать, оппозиционного блока, ну так нас называют, может, ну три кандидатуры назовите. Ну три, я считаю, на мой взгляд, имеют определенный шанс и имеют, я считаю, моральное право выдвигаться и это, я считаю, Бадмаев Валерий Антонович как старейший вот человек, один из активных гражданских деятелей Калмыкии, может быть, самых активных и на протяжении десятков лет Валерий Антонович как никто, он грамотный, юрист, будем говорить, публицист и всегда имеет собственное мнение, его правильно и грамотно излагает, понятно, это понятно многим, но я думаю, это один из таких ярких кандидатов. Второй, это, я считаю, Савр Дакенов, человек более молодого поколения, тоже человек с активной гражданской позиции, с открытой гражданской позиции и Арслан Кусминов. Вот, если они втроем надумают, то я буду рад, что эти люди выдвинулись и мы будем поддерживать их всячески, вести работу для того, чтобы кто-то из них прошел в депутаты ГУДУМ. Если не будет, там будет меньше трех, то я выдвинусь, так сказать, в помощь группе, да, выдвинусь только с той точки зрения, чтобы на выдвижении не получить барашка. Побольше, чтобы вариантов зарегистрироваться было, хотя, не менее, чем у двух человек. У трех еще лучше, там уже в процессе можно снимать кандидатуры, передавать голоса, это уже дело техники. Все об этом понимают, поэтому я и говорю откровенно. Так, на следующий вопрос, вопрос о комитете поддержки Путина. Соларь Александровна недавно возглавила его, приезжал к нам представитель, Роман Игоревич Путин. Как вы прокомментируете данные? Обстоятельства представительства и как представители межфункциональной группы стали членами этого комитета? Ну, я вообще никак не понимаю. Я к таким вещам отношусь ровно. и только лишь с той точки зрения, что поможет это нам хорошо, не поможет, не надо было. Поэтому вот такое отношение у меня. Я не там вот не стучу себя в грудь и не двумя руками за, ну, и не против. Судя по тому, как если Саварова Александровна стала председателем комитета в Калмыкии, ну, это нам на руку. Очень хороший ответ. Что-то я тебя загнал в какой-то... Нет, очень хороший ответ, правильно? Я тоже так думаю. Мы же для республики делаем. Мы не идем против федеральной власти. Мы же ничего не кричим. Мы здесь у себя в республике дайте нам разобраться. комитет будет еще одной площадкой, которая будет помогать для становления того активного гражданского общества и делать определенные бонусы получать от этого для республик, почему бы и нет? Абсолютно правильно. Я вот я за это только с точки зрения интересов, истинных интересов нашей республики. И, ну, я думаю, мы с вами укладываемся 40-50 минут. Вот вопрос недавно, ну, я думаю, что это опять же боты, фейки, или кто-то, недавно вы опубликовали пост в соцсетях, так и в фейсбуке, так и в инстаграме, где прокомментировали, на ваш взгляд, состояние, внешний вид главы республики и фалмыки, и спикера парламента Анатолий Горазачков при этом обозгал его делать дьяволом. Я бы хотел, чтобы вы прокомментирули. Просто этот пост, ну, мы же отслеживаем, да, он такой, ну, срезонировал везде, но срезонировал у представителей власти, вот этих фейковых, ботов, ботов, лица своего не имеют и не могут назваться и стали расписывать, писать, ну, я думаю, это еще определенные нападки, вас стали там замечания делать, так нельзя, прокомментируйте. Политики так не делают, не надо это описывать. Во-первых, я внешнего вида не описывал, да, я же не описывал там, какой костюм на них, какие ботинки, какой галстук, каких брендов, я коснулся только выражения лиц одного и другого. И причем фотография сделана очень удачно и в целом вот я, когда человек ждет какого-то события, иногда судьба дарит, я все в прошлом году так посмотрел, в этом году и думаю, а как же 9 мая отмечают наши два главных лица, два первых лица. И тут Тенатин, большое ей спасибо за то, что она взяла интервью Хасикова и сделала хорошие съемки, и когда я смотрел эту запись и те фотографии, которые были опубликованы, я пришел, я наконец сделал, как сказать, сопоставил два события, да, это событие, связанное с Аштыгашевым, я уже вот вкратце говорил, да, когда мы вставили вопрос в Хурале, оба раза Казачков был против постановки вопроса по Аштыгашеву на рассмотрение в Хурале. И он был, это тот же Аштыгашев, только в Калмыкии. И Аштыгашев глубоко оскорбил мой народ, оболгал, и я считаю, что эти два первых лица во всяком случае должны были первыми написать письмо главе Республики Хакасия, тому же письмо в тот же парламент Хакасии о том, чтобы наказать Аштыгашева за такое высказывание, да, и если бы Хурал Хакасии, парламент Хакасии, Верховный Совет и глава Хакасии не приняли бы должных мер, то они оба, и Хасиков, и Казачко, должны были обратиться в Госдуму и президенту России, потому что непозволительно спикеру целой республики делать такие заключения, не знаю основанные на чем, ни на чем. В отношении целого народа. В отношении целого народа, тем более героического народа, и эти два лица позорно промолчали. Вот я бы понял, если бы Хасиков сделал бы провал, что-то у него не получилось бы в экономике, или там с этой локальной программой развития, или еще что-то не получилось бы с той же засухой, с той же саранчой, но такой промах, когда он просто промолчал, когда оскорбляет весь народ, потому что он высказался, не было ни одной семьи, где было бы предателя. и если бы он поступил вот так, как я говорю, если бы он оскорбился за свой народ, выступил бы в открытую, написал бы письма, потребовал бы наказания Штыгашева, я бы лично пришел бы к нему в кабинет и пожал бы ему руки. То есть бы он просто был бы действительно народным главой. Он же был народным главой. недочетом, вот он да, он избрался как народный глава, потому что действительно многие бежали на выборы и стучали себе в грудь, что мы наш Бату. Судьба давала шанс еще раз из простой семьи, он спортсмен, он выдающийся чемпион и мы за. Надоели там Беловоротничковый, я как бы понимал тоже людей, хотя понимал, что это неправильно, но ладно, состоялось. А теперь вот у него был такой шанс со Штыгашевым, а вместо этого они разгоняют митинг, дают указания, который собрался на центральной площади. Привлекают пенсионеров. Да, начали административное наказание и это позорище. Я считаю, что первых два лица умолчали, мало того, еще пошли против и против своего народа и я считаю, что они никто сегодня в республике. И как связываете их? Я связываю как? И эти два никто приходят на день победы, надевают маски, улыбки, рукопожатие ветеранам, поздравления людям с днем победы. но как ты если ты не защитил тех павших на войне наших земляков, керойских погибших, ты не защитил перед Штыгашевым, а потом стоишь и поздравляешь, и там венки возлагаешь. Я считаю, что это вот эти два факта для меня несопоставимы. И когда мне там кто-то пишет, что ты не политик, если ты говоришь о том, о сём, я говорю вот об этом. Вот сегодня хорошо ты задал вопрос, я отвечаю для того, чтобы люди поняли, что меня так сильно возмутило, и что я подчеркнул в этой фотографии. На одной фотографии, как всегда, вот почему там дьявол, я говорю, Казачко с рисованным таким радостным лицом и с обычными, вот до этого я посмотрел, он как всегда там пожимает, похлопает по плечу, это фальшивая дежурная улыбка, а на самом деле он националист, то, о чём я сначале сказал. Поэтому а второе лицо Хасиков, лицо, конечно, озабоченное, хмурое, и оно, ведь выражение лица человека всегда говорит о внутреннем состоянии. О многом. О многом говорит, посмотри в глаза, посмотри в лицо, да, поэтому я описывал лица, выражение лиц, но не описывал внешний вид, как люди говорят. Поэтому я ничего нового не открыл. я посмотрел в лицо и написал их состояние. А в целом мой был пост именно для тех людей, не узколобых, а правильно думающих и рассуждающих, было понятно, что я на самом деле свёл два факта. между слов, между слов, представляете. Да, я же не могу там расписывать всё это. А теперь мне пришлось всё это разложить для того, чтобы все понимали, что я имел в виду. Целую передачу снимать. Целую передачу снимать. Ну ладно, в качестве шутки. иногда надо давать пояснение. Поэтому я считаю, что я тут без зазрения совести я рассуждаю о тех вещах, которые люди сами совершили. Не я же совершил. Ну, мне, например, да. Я согласен. Вы сейчас отметили, чем найти то, что провелось короткое интервью, задал вопросы. Мне понравилось то, что Хасиков довольно-таки уверенно ответил. И потом они начали расписывать то, что он готов к диалогу. И, пользуясь случаем, говорю, давайте придем из Ламбаду Сергеевич, если ваши опричники пишут, что вы открытые, в любое время позовите, мы придем поговорим. А вот если вот так Хасиков сейчас позовет, скажет, ну вот всю инструкционную группу, ну все, давайте, пора объединяться. Давайте в рамках республики делать. Вот на такой расклад, как вы смотрели? Да не позовет он никогда? Нет, если, например, я не рассуждаю в таком сослагательном наклонении. это не произойдет. По человеку мы видим, что для него нет уроков. Уже поздно. Он у него так вот, Кремль меня назначил, вы никто. Все. И там, нам сыр, вор и жулик, украл целый район. Это стандартная фраза. Кстати, ты про Ботов сказал, я вижу, что опять к выборам боты наводнили ресурсы. Там их очень много. И они активизировались. Технология таких людей очень простая. Наоборот, реальных людей, которые думают о республике, беспокоятся за нее, работают ради республики и ради собственной семьи на этой земле, никуда не собираются уезжать. Они пытаются оболгать, унизить, в глазах людей уничтожить, для того, чтобы эти люди продвигают свое, извините, дерьмо вперед, а нормальных людей это двигает. Поэтому эта технология, она как бы во всем мире известна, но что тут не понять. Просто наши почему-то ведутся на этих ботов, на их высказывания. Ты лучше спроси у соседа, съезди в соседний поселок, приедешь в Элисту, поговори. Мы в Калмыкии, мы все друг для друга открыты, и ты поймешь, кто это. что за человек, о чем он думает, как живет, и ни для кого это не секрет. Вместо того, чтобы читать какие-то выдуманные истории. Да, ботов очень много, я не там проанализирую, примерно человек 70, фейков. Они делают свою работу, они разрушают вот это сознание, видение людей, тем более людей, которые так не сформировались, и не особо там заняты, они настолько заняты своей работой, что не вникают в политику или в общественную жизнь. Они просто читают готовый материал и доверяются этому мнению. Слушай, один из заключительных вопросов, один из заключительных вопросов Съезд Войрат Калмыцкого Народа 29 мая назначили ваше мнение, комментарии, нужен ли или не нужен, я знаю что он участвует в оргкомитете, что он даст, для чего, почему. Съезд конечно нужен, если наше правительство не может обратить к нам внимание на нас, к нам свое лицо и озаботиться нашими проблемами, услышать нас, и не может с нами обсудить их, и вместе решать, то ведь завтра не скажешь, что там, почему ты нам не пошел к Бату, а как я пойду, он же глава, он пользуется правом пригласить, мы откликнемся, придем, но если не приглашают, то мы понимаем, он сегодня даже со своими подчиненными не разговаривает, насколько я знаю, с министрами, они у него не бывают, поэтому что мы будем ходить там, проситься, тем более знаю, что не состоится этот прием, вот Нуров, кстати, с ним разговаривал, Манжикова просилась неоднократно, то есть я же не говорю голословно, я говорю на примерах, Манжикова лично встречалась с ним в коридоре где-то и просилась на прием, он обещал, но приема не состоялось, поэтому точно так же Нуров встретился с ним на лестнице, сказал, он бы приму, но не состоялась встреча, а прошло уже почти три года, поэтому я думаю, что не будет такого фантастического варианта, я не вижу, что человек, когда человек день ото дня и меняется в лучшую сторону, то эти изменения видны, мы же не глупые люди, мы их мы видим и по телевизору, мы видим в интернете, мы видим его посты в инстаграме, они они даже стилистические однотипные все, они со временем даже не меняются, поэтому о чем говорить, нет роста и я не замечаю его, и поэтому утвердительно говорю, не будет такого, чтобы он межфракционную группу пригласил к себе. Про съезд. Про съезд. Про съезд. Я считаю, что съезд нужен, конечно. Я же говорю, если правительство не решает наши проблемы, тогда народ должен сам взяться за эти проблемы и вынудить правительство повернуться лицом к себе. Вынудить просто, поставить в условии, когда надо считаться с народом, надо считаться с его лидерами, формальными, неформальными, да, и я думаю, что, конечно, в этих условиях это фантастично выглядит, я не такой, не дурак, там, конченый, да, я понимаю, что сегодня считаться с народом никто не хочет, на любом уровне, народ это никто для власти, и наши попытки выглядят смешными, вот, но тем не менее, происходит там, Хабаровск, произошла Москва, когда люди вышли, когда терпение заканчивается, и когда есть герои среди нас, которые могут прямо выступить и сказать, и это хорошо, общество не должно быть затурканным, и я считаю, что съезд калмыцкого народа он назрел давно, но я боюсь, что его нам, как и в прошлый раз, не дадут провести, заблокирует и изолирует, может быть, даже определенных людей, для того, чтобы этот съезд не прошел, я не витаю в облаках, я считаю, это реально, при том настрое, которое есть в республике, он абсолютно неконструктивный, абсолютно недемократичный, про демократию мы уже должны забыть, вот, и к сожалению, может быть, я так категорично выражаюсь, как многие говорят, пессимистично, нет, не пессимистично, если бы я был пессимист, я бы сегодня не пришел бы на твое интервью и не отвечал на вопросы, так как я отвечаю, да, мои ответы уже тянут на 10 лет, поэтому ты говоришь, я пессимист, я не пессимист, спасибо, Настя Викторович, заключение, я реалист, я говорю, что вы пожелаете нашим подписчикам, давно, мы вот только начали, а, кстати, хотел Чаймида Жангаева пригласить, но опять же, я говорю, вроде договорились с ним, написал сообщение, молчит, Единая Россия, в заключение, что вы пожелали именно сегодня нашим подписчикам, жителям нашей республики? Ну вот, я думаю, что мои пожелания, они проистекают из нашей с тобой беседы, да, я говорил о том, о том, об этом, из которых нужно вот делать вывод, да, как должна наша республика жить, какой у нее должен быть глава, какой спикер, какой парламент, какие депутаты, и сегодня это делают люди, не зря же вот сегодня даже, вот по Госдуме, ну просто, на самом деле, идет паника, она на российском уровне заметна, она заметна у нас в республике, да, слишком много усилий тратит власть для того, чтобы презентовать своих кандидатов, и она беспокоится, и это говорит о том, что у нас есть шансы, все-таки, шансы для того, чтобы... Это огромный шанс, именно в Калмико у нас огромный шанс в данной ситуации, да? Нет, огромный шанс, я имею в виду в целом по, сказать, оздоровлению обстановки, да, я не говорю о выборах, поэтому ты же мне задал вопрос, что пожелаешь, я пожелаю, чтобы мы научились, наконец, выделять главное, отметать второстепенное, не знаю, совершенно незначащее, то есть вы должны анализировать факты, события, а не какие-то слухи, я вот пожелал бы, чтобы больше было в этом плане аналитики, здравой аналитики, и во всяком случае, в каждом селе, в каждом районе есть люди, которые умеют рассуждать, умеют анализировать, надо прислушиваться таким людям, надо этих лидеров выдвигать, надо их продвигать, в главы республики, я пожелаю, чтобы нам не насаждали таких крыловых, вот сегодня ты очень правильно заметил, Санал, что как можно в здании администрации Черноземельского ОРМО проводить собрание какой-то коммерческой структуры, да, и при этом сидят все официальные лица, да, они преподносят, что это как бы беспокойство там за крупное предприятие калмыцкое, да, а на самом деле, когда мы ставили вопрос, я лично ставил, о том, что 1,6 миллиарда калм, этот, бывшая калм нефта, Евросибойл не выплатил, и это признано судом Москвы, налоговая инспекция была заявителем иска, и, ну и что, прошло 20 с лишним года, никто не выплатил ни копейки по этому решению, и, и не выплатит, и вот эти игры с Евросибойлом, с этим заводом, они, они понятны, и когда власть у себя в кабинетах проводит такие совещания, конечно, это на, это нарушение закона, прямое нарушение закона, и это демонстрация того, что власть участвует в этих разборках, хотя, как бы, можно было сделать по-другому, более умно, грамотно, вот, и, а почему они молчали, когда нефтевозы ходили здесь уже, два с половиной года иска, вернее, решение суда есть, Верховного суда России, да, или Москва, Москвы, решение московского суда, а два с половиной года мы говорили об этом в Хурале, что ходит столько-то нефтевозов в том-то направлении, везут на нефть на переработку, идет черная распродажа нашего черного золота, и что? А сейчас проявили, когда там уже пошли группировка на группировку, разборки, и кто-то должен, кто-то захотел выступить арбитром, пользуясь случаем, пользуясь случаем, поэтому, и в итоге вы желаете? Я пожелаю, вот, я еще раз говорю, чтобы мы, вот те же факты, да, чтобы они своевременно решались, чтобы их слушала власть, своевременно реагировала, принимала правильные решения, на благо общества, да, почему мы, там, депутаты, должны биться за такие вещи, когда достаточно одного письма, и власть должна реагировать, а мы в открытую выступаем, под запись, и то не реагирует, поэтому я пожелаю, чтобы у нас обстановка, самое главное, в республике оздоровелась, на пользу всем, спасибо, власть в том числе, спасибо вам тоже, до свидания, дорогие друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, мы продолжаем работать, все срочно, команда канала ЗАН онлайн, благодарить за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков, большое спасибо, благодаря вам, мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил, реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео, с уважением, Максим Цеденов.